привет всем кто заглянул ко мне на канал с вами марина озвучиваю видео улыбаюсь вы написали мне столько красивых хороших комментариев спасибо огромное сегодня я буду шить вещичку очень нужную для нас с вами для рукодельниц мастерить или которая создаст уют в доме вещичка нужная и смотрим что я делаю я решила взять четыре маленьких квадратика и сшить между собой также понадобится диск и у меня есть чего-то бобинка из-под скотча два круга должны быть разных размеров когда шьешь одно а когда озвучиваешь приходят новые идеи я вам советую два больших квадрата заменить на разные цвета это будет эффектнее сегодня я творю шью или делаю милую вещичку игольницу я не знала как ее назвать игольница тортик игольница цветок я думаю вы мне подскажите и напишите свои варианты а надо сделать еще дырку это отверстие такое для выворачивания смело прорезаем и начинаем выворачивать обязательно нужно каким-то предметом я вот пользуюсь деревянной палочкой это очень удобно ну и осторожно с ножницами с острыми потому что бывают такие моменты набивать я буду синтепоном можно побольше набивать чтобы поплотнее получилось это уже как вы сами ваши ручки будут чувствовать насколько надо набить обязательно края вот так пройтись руками распрямить и получается у нас вот такой пушистик 2 пухленьких таких комочка дальше мы их будем ниточками скреплять понадобится иголка с толстым ушком и длинные нитки потолще я их соединила вдвое беру маленький комочек и буду в четырех местах стягивать нитками прокалываю посередине и из другого края тоже в этом же месте раньше я шил игольницу тыковку и стягивала нитками по моему 6 раз а сегодня решила только 4 то же самое я буду делать и с большим комочком а потом сшивать вместе дорогие зрители хочу вам напомнить про подписку и про колокольчик может быть не все знают что колокольчик это оповещение о моих новых видео вы первыми будете узнавать о идеях о новшествах шитья я конечно очень стараюсь всегда хочу что-то новенькое показать или простое потому что я же не профессиональная швея сама ищу методы попроще чтобы шить было быстро и настроение было хорошее когда вещички получаются качественные мы получаем удовольствие от шитья а если не получается приходится распарывать у меня были случаи что я некоторые вещи выкидывала мусорное ведро да это было несколько лет назад сейчас немножко научилась шью получше вот так я беру большую тоже скалываю и хочу маленькую подсказочку что сбоку там где соединяются две ткани я там тоже закрепляла чтобы у меня вот эти ниточки они туда-сюда не гуляли чтобы плотно сидели соединяю две детальки сверху бусинка и мне уже нравится получается цветок или вкусный торт пирожные игольница пирожные советую досмотреть это видео до конца изделие еще не готова откуда появляются у нас идеи например на одном канале я увидела игольница в три этажа или в два точно уже не помню канал называется любовь рулевская ну да с любой мы приятельницы познакомились в интернете делали совместные проекты иногда обмениваемся информации какой-то важной и вот мне захотелось сделать себе такую игольницу но я не смотрела ничьи мастер-классы мне это не надо картинка мелькнула и уже родилась новая идея и вот у меня получается такой цветок или тортик давайте поиграем с вами в такую игру в комментариях напишите пожалуйста у кого дома сколько игольниц посчитайте меня и наверное штук пять-шесть это точно вроде бы все просто да и понятно я показываю а4 игольницы меня еще игольница книжка и вот такие есть булавочки сверху они бывают с цветочком с бусинкой с какой-нибудь там шапочкой и они очень длинные у меня новые смотрите вот в эту игольницу тыковку они проходят и прокалывают можно стол покорябать или руки поранить это тоже у меня оказывается не совсем еще доделано а что надо сделать тогда подставочку самый простой вариант это крышка ну конечно все просто поставил в крышку и все готово я не хочу пользоваться горячим клеем будут только нитки и пришивать все буду иголкой и ниткой взяла картонку обвела круг и круг из ткани вы должны заметить что он намного больше если по диагонали посчитать то он в два раза больше чем сам кружок из картона мне захотелось сделать вот такие складки проще было по кругу сделать маленькие стежочки и стянуть но хочется вот складки делаю складки настроение разное экспериментировать надо вам показать дорогие рукодельницы хочу во всем пожелать здоровья успехов в творчестве новых идей хорошего настроения и пусть у вас все получится а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok